Актуально! Каждый христианин, имеющий православное происхождение и веру православную, как и все великие праздники, старается отметить этот праздник почитанием Пресвятой Богородицы, Матери Господа нашего Иисуса Христа. А сам праздник, как и все другие, есть воспоминания священной истории. Он установлен в память того события, о котором говорит священное предание, что Пресвятая Дева Богородица в этот день приведена была родителями в храм, Иерусалимский храм. И с этого времени жизнь ее была во многом связана с храмом. Назидает нас в нынешнее время этот праздник, наверное, к тому, что и мы, православные, должны всегда помнить о том, что мы должны, наша жизнь также должна быть связана с храмом. То есть, с домом молитвы, где совершается наше общение с Богом. И вот по отношению к храму можно судить о благополучии, о степени благополучия веры православного человека. Ну, а вера, знание о Боге, вера ему вообще отличает человека от животного. Вот Василий Великий так говорит, что человек – это тоже самое животное, только имеющее веру и знающее Бога. Вот. Если мы потеряем веру, то мы нравственно деградируем. И вообще проблема нравственности, она лежит в религии. Если будем иметь совершенную веру, будут совершенные и нравы будут у нас. Можно судить, вот по состоянию даже храмов наших сейчас, можно судить, какой уровень благополучия веры и нравственности в нашем народе, в частности, в нашем городе, можно об этом сказать. Мы видим запущенность храмов, мы видим малочисленность посещения храмов. Это говорит о нравственном запустении нашего населения в нашем городе. В воскресный день в храме, наверное, если есть сотня, две, самое большое, три может быть человек. А ведь в воскресный день по заповеди Божьей каждый православный человек должен быть в храме Божьем. У нас десятки тысяч людей, и только получается, один процент или даже менее можно назвать верующими православными людьми. Это страшное состояние, духовная опустошенность совершенная. Значит, деградация нравственности, деградация человека, как образа Божия. И как бы человек может опуститься до уровня животного, если он потеряет веру. Вот проблема сегодняшнего дня. И этот праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы, как раз напоминает нам о том, что жизнь Пресвятой Девы была во многом связана с храмом. И наша жизнь православных людей должна, праздник этот должен подтолкнуть нас к тому, чтобы мы переменили свое отношение к храму Божьему, к вере православной, укрепили веру свою, тогда возрастет и нравственное состояние нашего народа, и тогда можно говорить о возрождении, положительном возрождении всех сфер бытия человека. В том числе это относится совершенно и к нашему городу, населению нашего Шадринска. Слава Богу. Спасибо за внимание.